Всем здарова, дорогие друзья, с вами Джейк. Сегодня у нас вторая часть, Варобот с нуля до про. То есть, что за это с нуля до про, мы должны будем с нуля подняться, произвести робота, произвести сборку какую-нибудь и вкачать эту сборку в МК-2. Конечно же, это будет мой любимый робот Фенери, он будет у меня на огнемётах. Я бы мог сделать его на панчерах и анвиджере, но я решил лучше сделать на огнемётах, потому что огнемёты, они прям сожгут врага полностью. Сейчас мы с вами начинаем быстрый бой. И покажу вам один бой, как он играется, как мы будем играть этот бой. Рано или поздно потом я Наташку тоже поменяю на какого-нибудь другого робота, в моём случае я, наверное, лучше возьму Гриффина. Потому что Гриффин, он один из моих любимых роботов. Он может прыгать, но также на него есть два лёгких, два средних слота. Мне больше всего на Гриффина нравится ставить пунищеры, потому что они хоть на дистанции 500 метров не очень бьют, вблизи они бьют очень даже хорошо. Потом я как-нибудь их вкачаю до максимума, но до максимума я их качать, наверное, не буду. На 10 левел вкачаю и остановлюсь на 10. Если же будет недостаточно, могу прокачать до 12 уровня, а потом уже их вывести в МК-2. Потом для этих пунищеров я произведу Равина. Равин, ну вы знаете, да, Равин, обычный такой робот. Равина я просто произведу, будет он у меня тоже на пунищерах, или же я произведу Ариса. Но Арис на пунищерах, по-моему, будет не очень. Так что решайте, что лучше. Вот этот, произвести нашего вот этого Равина на пунищерах, или же произвести на пунищерах Ариса. Решайте сами, пишите в комментариях. В комментариях я, конечно же, читаю. Итак, на нас идут два врага, конечно же, мы сдохнем. Скорее всего, мы сдохнем, но попытаемся как-то выйти из этой ситуации. Наташа у нас на дробошах. Один Магнум и одна Пената. Так, здесь у нас взлетает Гриффин, но я вам скажу так. Лучшее, когда вы, если играете на Гриффине, никуда не вылетать. Особенно, если, вот, например, у вас Гриффин на пунищерах, и вы видите Наташку на дробошах. Итак, бой у нас закончился. Мы просрали робота Наташку. У нас один только слот, и одна слотом играть в режим таких вот боев достаточно бывает сложно. И когда мы, например, вздыхаем, мы просто покидаем бой, и тем самым может быть либо поражение, либо победа. Потому что у нас тиммейты могут быть либо на убытце всем, либо же боты сражаться против ботов. Может быть, всё так же, давайте ждём, пока начнётся бой. Блин, что, играть, что ли, некому? Так долго подбор идёт. Так вот, бой начинается. Ну, мы с вами включимся, скорее всего, после этого боя. Итак, мы накопили достаточно серебра, и мы давайте сейчас купим робота Гриффин. Наташка нам уже надоела. Сейчас мы с вами возьмём робота Гриффин. На него мы с вами нацепим панищеры, мы их будем вкачать. Потом мы их вкачаем хотя бы до... До восьмого уровня мы с вами вкачаем точно. Я уже знаю, на какой уровень я их скачал. Точнее, вкачал. Могу вам так сказать. Я их вкачал до уровня восьмого. Гриффин у меня он тоже на уровне восьмом на данный момент. Гриффина улучшить мы с вами не сможем, поэтому мы сейчас будем улучшать панчеры. И пойдём в бой. В бой на Гриффине. Итак, бой начинается. На этот раз бой начинается быстро. Итак, вот смертельная битва. Покажу вам немного, как мы с вами играем в этом режиме. Итак. Идём на врага. Паттон стоит на месте. Также у нас вот здесь Лео. Лео из союзников. Почему я не взял Лео? Просто... Лео, он... Ну... Мне просто по душе. Гриффин. Один из любимых роботов за серебро у меня. Это Гриффин. То есть на Гриффина можно нацепить панчеры и тащить. А я уже ему купил покраску Blu-ray. Сейчас вы это не видите, потому что я эту покраску купил потом уже, после того, как я снял всё это видео. Потом также выйдет следующая третья часть. Третья часть War Robots с нуля до Pro. То есть с нуля до 12 МК2. Итак. Это уже 100% боты, потому что... Ну, если у них ник человеческий, то это, скорее всего, игроки. Потому что игрок прошёл прямо мимо меня и меня даже и не заметил. Это может быть он просто либо новичок, либо это обычный бот под ником человеческим. Давайте мы сейчас убиваем косяка или как там его. Итак. Сейчас тогда... Ну, пока что мы им боем даже на первом уровне. Но потом нам уже будут попадаться игроки чуть посильнее нас. Игроки будут попадаться посильнее нас. И мы должны будем прокачивать нашего робота, наше оружие. Например, у меня они уже на восьмом уровне. А лига у меня бронза. Итак. Выходим из водокрытия и начинаем стрелять по паттену. Это куд лайк. То есть в начале, в начале, совсем сначала мы можем имбовать. В начале мы можем имбовать. Потому что нам будут попадаться разные боты. Игрокам будут попадаться мало. Если хоть попадаются игроки, это уже... Ну, просто будут нубики какие-то, которые не могут играть. Так что лучше я вам советую прокачиваться. И я, походу, зря полез именно в вот это вот мясо к Наташке и Фьюжину. Походу, я это сделал зря. Меня сейчас просто убьют здесь. Давайте мы прыгнем за укрытие. Здесь у нас ещё Дистрайдер. Мозги делает нам. Блин. И мы сами умираем. Давайте выходим сразу из боя. Итак. Уже даже 20 минут не прошло. Я сыграл несколько боёв. И у нас уже 21 уровень. Мы можем усилить Титана. Например, я ему немного так вот подкачаю. И давайте посмотрим, что в магазин какие-то Титаны есть. У нас есть Ауминг. Мы его немного ещё посмотрели. Будем, наверное, копить на Минуса. Или же купим Ауминго и будем тратить всю платину на него. Какого робота я буду производить? Ну, как всегда, Фенрера. Итак, где у нас Фенрер? Я потерял Фенрера. Я не могу его найти. А вот он. Так, блин, где? А, да, вот, во-во-во. Вот наш Фенрер. Производим Фенрера. И сейчас наше видео уже подходит к концу. Мы даже это смогли справиться со всем этим 8 минут. Давайте мы добьём на канале 1000 подписчиков. Как только будет у нас 1000 подписчиков. Сразу же я выпускаю супер-крутое видео по War Robots. Скорее всего, это видео будет длиться час. Ну, час. Часовое видео с моей озвучкой. Так что, давайте мы сейчас подписываемся на канал. Как только у нас будет 1000 подписчиков, я выпускаю часовое видео про War Robots. А с вами был Джейк. Всем удачи и всем пока.